Добрый день, читатели Блокнот Воронеж! Сегодня мы в гостях у врача-дерматолога и косметолога клиники «Эвкалипту дома» Ирины Поповой. Здравствуйте, Ирина! Добрый день! Пока к нам присоединяются читатели, расскажите, с какими проблемами чаще всего обращаются в этот период времени года? Ну, вы правильно сказали, такой период времени года, потому что это межсезонье, на нас негативно сказываются факторы окружающей среды, отопление, которое включились в помещениях. Соответственно, наша кожа испытывает сухость некоторую. К тому же возрастные изменения никогда не теряют своей актуальности. И, конечно, женщины с возрастными изменениями чаще всего приходят к косметологу и косметологу-дерматологу. И скоро Новый год, мы уже активно к нему готовимся, в том числе внешне, с позиции эстетики тоже. Это сейчас такой актуальный запрос со стороны наших пациентов. А какие процедуры женщины хотят перед Новым годом делать? Все, что направлено на качество кожи, на сияние, мы хотим прекрасно выглядеть, чтобы и кожа, и объемы нашего лица, они были максимально в молодом состоянии. Поэтому все это индивидуально решаем и корректируем. А расскажите, в каких случаях нужен косметолог, а в каких – дерматолог? Ну, косметолог отвечает больше за эстетическую составляющую. Дерматолог – это все-таки врач, который занимается лечебным процессом. Поэтому, когда у нас есть дерматологические заболевания, мы говорим о том, что вам необходима консультация и прием врача-дерматолога. Но мы не забываем, что врач-косметолог – это всегда врач-дерматолог. Поэтому проблема акне, розация, новообразование кожи – это чаще всего все-таки они такие на перекрестке между дерматологией и косметологией. Давайте немножко погромче говорить, то наши читатели могут нас не услышать. А вот расскажите, с какого возраста следует обращаться к косметологу? На самом деле это актуально для молодых девушек с 20-летнего возраста. Для того, чтобы они могли в дальнейшем поддерживать свою молодость и красоту максимально долго, я считаю, что необходима консультация косметолога для того, чтобы научить их правильно ухаживать за своей кожей, прежде всего в домашних условиях, для того, чтобы поддержать свою красоту на долгие-долгие годы. И первый вопрос от читателей. По какой причине могут появляться темные круги, если человек высыпается хорошо? И как с ними бороться? Ну, темные круги, если это в молодом возрасте, то все-таки мы говорим о том, что это конституциональная генетическая особенность. Но мы должны всегда помнить о том, что кожа переорбитальной области, она максимально тоненькая. Она больше всего подвержена возрастным изменениям, не имеет подкожной жировой клетчатки. И поэтому, когда у нас девушка тонкокожая, у нее просто просвечивается круговая мышца глаза, ярко окрашенная сосудами. И за счет этого появляется вот эта вот формулировка темные круги под глазами. Все это решается индивидуально, в зависимости от возраста, от строения кожи и морфотипа лица, для того, чтобы мы могли уже принимать какие-то меры в коррекции темных кругов. А вот используют разнообразные патчи под глаза, они помогают? Ну, патчи больше направлены на качество кожи, на избавление от отечности, на расправление мелких морщинок, увлажнение этой кожи. Поэтому напрямую от темных кругов под глазами патчи, наверное, не очень нам помогут. Но качество кожи в этой области, да, они способны улучшить. По поводу патчи тоже важное замечание, что не нужно их использовать ежедневно. Все-таки это такое концентрированное средство, которое рекомендуется применять 2-3 раза в неделю. Ну, или тогда, когда вот нам нужно здесь и сейчас достичь максимального эффекта, да, там, свидания у нас. Поэтому все это тоже, опять же, косметолог всегда может и молодой девушке в том числе рассказать, объяснить, для того, чтобы она уже потом знала, как применять те или иные средства. Потому что средств сейчас очень много, у нас рынок перенасыщен. Не всегда они приносят нам пользу, но иногда и отрицательные какие-то вещи тоже могут сыграть с нашей кожей. Повысить чувствительность кожи, травмировать незаметно, потому что это будут микротравмы на коже, которые могут потом привести к формированию более серьезных проблем. И вопрос от читателей. При помощи какой процедуры можно избавиться от шрамов и черных точек на носу? Ну, шрамы и черные точки, это, конечно, не одно и то же. Черные точки, да, тоже частый запрос. Прежде всего, наши читатели должны понимать, что это систематический уход. Потому что черные точки, это нормальное состояние нашей кожи, это сальные железы, которые имеют выводные протоки на поверхности кожи нашей, которые просто в данный момент времени плохо очищены, забиты сальным секретом, который окисляется под воздействием окружающей среды и приобретает такой темный оттенок. Поэтому система прежде всего хорошее качественное очищение кожи, ежедневное, еженедельное в виде глубокого очищения, регуляция выработки кожного сала, да, то есть, как правило, черные точки у нас формируются на генетически жирной, пористой коже, да, плотной, с избыточным выделением кожного сала. Поэтому в такой ситуации тоже проконсультироваться с косметологом для того, чтобы решить эту проблему совместно, и чтобы доктор научил ухаживать и применил свои знания в качестве профессионального ухода в решении такой проблемы. Рубцы бывают тоже разные. Рубцы могут формироваться от травмы, да, там, ну, чаще всего на теле, ну, и на лице тоже, как следы детства нашего, да, как правило, ну, и, конечно, не только в детском возрасте. А есть рубчики постакне, так называемые, которые формируются после воспалительных элементов, то есть после акне. И, соответственно, пути решения проблемы тоже разные, в зависимости от того, какой это рубчик, выпуклый, или он, наоборот, впалый, атрофический. Поэтому в двух словах это, конечно, трудно объять необъятное. Всегда это тоже индивидуально решаемый вопрос в зависимости от исходного состояния этого рубца. Ну и следующий очень объемный вопрос от читательницы. Она говорит, что никогда не использовала ни тональные крема, ни минеральные пудры. Но недавно прочитала о том, что, чтобы сохранить кожу в хорошем состоянии, нужно ими пользоваться. Якобы они защищают кожу от пыли, грязи, зимой от холода, а летом от солнца. Так ли это? Я, наверное, не соглашусь с данным моим высказыванием, потому что, ну, я считаю, что здоровая, красивая кожа, она вообще не нуждается в применении тональных средств. При правильном уходе, домашнем уходе, мы всегда стремимся к тому, чтобы наша кожа была красивой и здоровой. Если мы не можем это решить в условиях самостоятельно или там с консультацией и применением домашних средств, мы решаем это профессионально в условиях кабинета. Поэтому в тональных средствах, как правило, вот те средства, которые приобретаются в магазине и доступные нам всем, они, как правило, имеют очень маленький СПФ-фактор, то есть вот это солнцезащитные свойства. И, соответственно, адекватно защитить от солнечных лучей в том числе не могут. Точно так же, как и не могут защитить от загрязнений окружающей среды в том числе, потому что на таком тональном средстве, наоборот, могут даже скапливаться загрязнения. И чаще всего тональные средства, приобретаемые в широком доступе, они могут обладать комедогенным эффектом. То есть они закупоривают, наоборот, сальные железы наши собственные и формируют уже бугристость рельефа, неровности на коже. Поэтому есть профессиональные тональные средства. Это другой вопрос, который, как правило, решает какие-то... Помимо того, что он дает тонирующий эффект, он еще решает некоторые проблемы, в том числе воспалительных изменений или возрастных изменений нашей кожи. А что вы подразумеваете, когда говорите под правильный домашний уход? Что это такое? Как правильно за собой уходить? Правильный домашний уход, алгоритм правильного домашнего ухода, он идентичен для всех, независимо фактически от возраста. То есть если мы пользуемся макияжем, то первый этап домашнего ухода – это демакияж. Для демакияжа мы используем средства по типу мицеллярной воды, двухфазных средств или других средств, которые имеют пометку для демакияжа. На втором этапе, независимо, что мы использовали на первом этапе демакияжа, допустим, частый вопрос с мицеллярной водой, мицеллярную воду, воду нужно обязательно смывать с поверхности кожи. И второй этап ухода кожи в домашних условиях – это очищение с использованием очищающего средства. Это молочко, гели, пенки. Мы их подбираем в зависимости от типа кожи. Далее кожу обязательно нужно протонизировать с использованием тоника или лосьона. Тоже подбирается по типу кожи, потому что есть лосьоны, тоники, направленные на работу жирной кожи. Есть более гипоаллергенные средства, когда у нас есть чувствительность кожи. Важный этап, про него очень часто забывают, поэтому обязательно этот этап тоже должен соблюдаться. А затем уже применение уходового крема, в зависимости от времени года, от времени суток. Это либо с питательными, увлажняющими свойствами, либо более защитными свойствами. Идеально, когда у нас есть отдельный крем для глаз и отдельно для лица, потому что кожа вокруг глаз, мы немножко тоже эту тему уже затронули, она анатомически другая. Она требует более деликатного ухода, более интенсивного, но опять же без утяжеления, потому что кожа вокруг глаз, она очень тоненькая, и первая у нас стареет. А читатели интересуются, какие домашние процедуры необходимы обезвоженной коже? Обезвоженной коже, во-первых, я бы не говорила о том, что это будут какие-то домашние процедуры, во-первых, обезвоженность кожи – это состояние, это не тип кожи. Типов кожи у нас три главных. Это сухая, нормальная и жирная кожа. А обезвоженность кожи – это состояние, которое вызвано какими-то провоцирующими факторами. Как правило, в том числе, очень часто это неправильный домашний уход с использованием подсушивающих средств домашнего ухода, который и вот это вот состояние обезвоженности будут формировать. А как избавиться от растяжек на коже? Растяжки на коже – сложная всегда тема, потому что это все-таки тоже… Кому-то это свойственно, а кому-то нет. Это наше тоже генетическое строение нашей кожи, и склонность к формированию вот этих растяжек. Растяжка – это фактически тоже рубчик, то есть это место, в котором кожа растянулась и порвалась с замещением соединительной ткани. Поэтому профилактировать это состояние при склонности нужно. Как правило, это использование, опять же, средств, содержащие ингредиенты, направленные на повышение тонуса эластичности кожи, для того, чтобы не формировать вот этих растяжек в последующем. А можно ли по крови определить, есть ли предрасположенность к псориозу у ребенка? Псориозу, я так понимаю. Псориозу, извините. Нет, потому что псориоз, он имеет некоторую долю наследственности в своем развитии, но все-таки псориоз относится к таким полиэтиологическим нашим дерматологическим заболеваниям, потому что наследственность – это еще не все. Потому что у ребенка в любом случае два родителя, который один родитель может страдать этим заболеванием, другой родитель здоров. И, соответственно, он 50% берет от одного родителя, от другого родителя тоже 50%. Соответственно, уже у нас 50 на 50 возникнет ли это заболевание или нет. Но псориоз, еще раз повторюсь, это все-таки много факторов может повлиять на развитие этого заболевания или нет. По крови мы не можем этого определить. А стоит ли уделять особое внимание родинкам и чем опасны их повреждения? Ну, родинки нормальные жители нашей кожи. Если, я всегда говорю, если родинки вас беспокоят в плане, что их много, то всегда лучше, конечно, проконсультироваться со специалистом, для того, чтобы он вовремя мог либо куда-то направить вас, либо успокоить вас. Это тоже часто бывает очень важно, потому что мы можем волноваться там, где это не нужно делать. Если родинка травмируется, в этом тоже нет ничего страшного, потому что регенерация тут же включится, этот процесс, и все войдет в норму. Но если родинки расположены на таких местах, которые часто подвергаются травмам, то ее лучше профилактически удалить. Потому что систематическая травма – это всегда определенные риски. Поэтому, если там на зоне роста щетина у мужчины, она подвержена постоянно тому, что мужчина бреет в этой области и травмирует родинку. Если на местах трения одежды, пояса, шеи, там, ношения каких-то украшений, то такие родинки просто нужно вовремя осмотреть с использованием специальных аппаратов и удалить. А как влияет рацион питания на состояние кожи? Ну, напрямую, конечно, влияет и то, что мы едим, и как мы себя ведем, и как мы соблюдаем режим труда и отдыха. Поэтому это влияет на весь наш организм в целом. А кожа – это не отдельный орган, это часть нашего организма в целом. Поэтому здоровое питание, сбалансированное питание по правильному соотношению белков, жиров, углеводов, здорового образа жизни в целом, да, то есть и спать нам нужно обязательно не менее 8 часов в день, и гулять нам нужно для того, чтобы наш организм насыщался кислородом. И воды нам нужно пить ежедневно достаточно много для того, чтобы весь наш организм насыщался жидкостью, в том числе клетки нашей кожи. А кроме воды, что еще нужно добавить в рацион, чтобы кожа была здоровая? Кроме воды, всегда растительная пища имеет значение. Пища богата антиоксидантами, да, то есть чаще, ну, антиоксидантами богаты прежде всего продукты растительного происхождения, особенно там ярко окрашенные фрукты, овощи. Поэтому про это никогда не забываем. Продукты богаты омега-жирными кислотами. Тоже это то, что нужно нашей коже для формирования нормальной гидролипидной мантии кожи. Поэтому основные продукты, наверное, такие. А так и белок нам тоже. То есть всегда нашему организму нужен и белок, и углеводы, и жиры в том числе. Единственное, что жиры у нас, мы понимаем, да, они бывают разные. Они бывают животного происхождения, типа, да, там мясо, жирный кусок. И все-таки он, одни биохимические процессы будут устраиваться, да. Либо это растительные жиры, богаты в том числе вот омега-жирными кислотами, которые все-таки будут более полезны для нашего организма. К сожалению, время прямого эфира подходит к концу. Спасибо вам за интересную беседу. Что вы напоследок можете пожелать нашему читателю? Ну, мы тоже, наверное, уже это обсуждали, что будьте здоровы, правильно питайтесь, старайтесь соблюдать режим дня, отдыхать, быть счастливым. Чаще улыбайтесь, позитивному настрою всем. Спасибо, Ирина, до свидания. Всего доброго.